Где учиться на программистам? Если вы задаетесь подобным вопросом, значит вы всерьез обеспокоены темпами роста и перемен в сфере высоких технологий. И это не беспочвенно. Софт, аппаратное обеспечение и сети, бизнес-наука и инженерия, бигдата, аналитика и кибербезопасность. Сегодня существует десятки направлений IT-сферы. И обучение IT очень трудоемкая и разнотипная задача. Но высшая школа программирования Портсмутского университета отлично справляется с ней. Задача обучения IT-специалистов. Множество направлений, преподаватели практики, современное оборудование и актуальный софт. Все это обеспечивает выпускников знаниями и опытом, который открывает двери в IBM, HP, BAE, Lilly, Jagex и так далее. Я сам заканчивал University of Portsmouth уже более 15 лет назад. Имею два диплома бакалавра с логотипом Портсмутского университета. Однако оба получены в рамках школы экономики и бизнеса. Помню, когда я учился в УЗИ, у меня было очень много друзей-арабов из Кувейта и Объединенных Эмиратов. Практически все учились на программистов и IT-специалистов из бюджета Министерств обороны вышеупомянутых стран. Поверьте мне, арабы что попало не выбирают. IT-курсов при школе программирования University of Portsmouth немало. В этом выпуске я расскажу вам о самых популярных. Однако перед этим хочу пригласить вас после просмотра этого видео пройти по ссылкам в описании на другие выпуски. На видео экскурсию по кампусу университета, студенческий союз, библиотека, экскурсия по департаментам, интервью с русскоговорящими студентами и многое другое. Там же будут подсказки того, как можно связаться с нами в Мариаде для получения своей бесплатной консультации и помощи с поступлением. Итак, начнем с самого популярного IT-курса – Business Information Systems. Это один из курсов бакуавриата, который объединяет бизнес и IT. Студенты обретают управленческие и технические навыки и прочные знания специалистов по информационным системам. Выпускников ждут бизнес-анализ, системный анализ и проектирование, управление системами, управление безопасностью, бизнес-консультацией, IT-менеджмент. Исследование 2020 года показывает, что все студенты спустя полгода после выпускного либо работали, либо продолжали обучение. Студенты прошлых лет устраивались на работу в Маркс & Спенса, BAE Systems, Disney и так далее. Сотрудники все время поддерживают актуальность курса, поэтому содержание модулей и дополнительные предметы могут меняться. Есть и вариант годичной стажировки, который позволит приобрести опыт еще до получения диплома. Стажировку можно заменить проектом частного бизнеса. Хочу сразу обратить ваше внимание, что в University of Portsmouth при Международном колледже есть великолепные программы Foundation. А вот твое Foundation, я как-то думаешь, помогло тебе начать успешно? Да, потому что без Foundation я бы не поступила на первый год точно. У меня даже очень была польза в том, что во время Foundation они помогают тебе и узнать в городе, и вести друзей. Потому что ты как интернациональный студент, ты немного теряешься, то есть какая система образования, ты не знаешь никого. Даже вот обычные бытовые вещи, ты не знаешь, где купить еду, там какие-то принадлежности для дома. А там они, в общем, помогают не только получать, но и просто дают гайд, где куда пойти, где лучшие места. Поэтому, конечно, поверьте. Кстати, если у вас хорошие оценки и достаточно высокий уровень знания английского, то можно поступить даже минуя программу Foundation. Обо всех этих тонкостях расскажем вам уже во время вашей бесплатной консультации. Еще один популярный IT-курс в университете – это Computer Networks. Студенты этого курса учатся разрабатывать сложные компьютерные сети для работы в роли сетевого архитектора, консультанта или разработчика. Специалисты такого профиля требуются в области электроники, здравоохранения, радиовещания и коммуникации, IT-разработки и консалтинга, банковского дела и финансов. Так что можно выбирать любое направление карьеры. Выпускники устраиваются в IBM, HP, Microsoft, Датчбанк и т.д. Конечно, есть общий курс программирования Computer Science. Этот IT-курс включает в себя аспекты информатики от разработки приложений до программирования сетей, от робототехники до искусственного интеллекта. Трудоустройство возможно в любой сфере, ведь дефицит сотрудников становится все более острым, ибо компьютеризация шагает по планете. Выпускников ждут веб-разработка, сетевой дизайн, программная инженерия. Можно получить и квалификацию учителя. Если вдруг у вас есть такая некая неуверенность, хотите вы или нет связать свою профессиональную деятельность со сферой IT, хотя, в принципе, даже если вы думаете, что уже точно решили, вам стоит посмотреть видео-выпуск из серии профориентации молодых людей как раз по теме программирования. Большинство родителей и их детей в подростковом возрасте, с которыми я знакомлюсь в силу своей сферы деятельности, либо вообще не имеют представления о том, что сейчас происходит на рынке труда и куда он двигается, либо имеют какое-то представление, но очень поверхностное. Ссылку поставим в описании под видео. А пока я вам расскажу про еще один IT-курс при University of Portsmouth. Это Cyber Security и Forensic Computing. Риск взлома социальных сетей или мобильных устройств существует с момента их появления. Защитить свой компьютер, сеть, целую отрасль от кибератак – дело важное и требующее отличной подготовки. На этом можно превратить технический талант в профессиональную квалификацию. Вооружившись набором знаний и навыков для решения самых сложных задач цифровой безопасности. Выпускники могут работать в полиции, государственных органах, криминалистики, криптографии. На этом курсе можно развить технические и исследовательские навыки для предвращения взлома систем безопасности и выявления проблем. Научиться выявлять киберзлоумышленников и останавливать хакеров. Кстати, факультет поддерживает тесные связи с местной полицией. Оборудование, на котором работают студенты школы программирования при Университете Порсмута, самого последнего поколения. Ну а как по-другому? Все, что изучают будущие IT-специалисты, связано именно с высокими технологиями. Это очень дорогое оборудование, правда? Мне кажется, что это самая дорогая камера на рынке. Это действительно самая дорогая камера 360? Это Titan. Безумных технологий нашу жизнь невозможно представить. Так что спрос на людей, создающих такие технологии, будет только расти. Если вы хотите стать такими людьми, то вам стоит обратить внимание на курс с названием «Компьютинг». Этот курс предлагает широчайшие возможности для развития, освоения навыков и выбора сферы деятельности. От специалиста по базам данных до преподавателя информатики. Будь то мобильные приложения, сами устройства или компьютерные сети, кто-то должен их создать. Именно таких профессионалов и готовят в университете Портсмута. Дизайн компьютерных сетей, база данных, веб-разработка, компьютерное программирование – все это требует работы квалифицированных специалистов. Можно продолжить обучение на магистратуре, выбрать узкие области или наоборот широкий круг интересов. Во время обучения в Портсмутском университете можно подрабатывать и даже подрабатывать по специальности. При университете есть великолепный карьерный центр, который помогает студентам трудоустроиться как во время обучения, так и после выпуска. Кстати, друзья, в связи с выходом Великобритании из Евросоюза у выпускников британских вузов иностранных студентов появились новые уникальные возможности, связанные с трудоустройством, не выезжая из страны. Обязательно расскажем об этих возможностях уже во время вашей консультации. А я могу еще вам дать много лайфхаков по этой теме. Напоминаю, я дважды заканчивал британский вуз и где я только не работал. Но все это уже позже, когда вы к нам позвоните или напишите после просмотра этого видео. А пока я вам расскажу еще про два интересных IT-курса при университете в Портсмуте. Первый это Data Science and Analytics. Большой бизнес, социальные сети, финансы и государственный сектор все полагаются на специалистов по данным, которые анализируют цифры и тенденции и извлекают полезные идеи для бизнеса. Это может быть, например, ориентация на новые продукты или подъем продаж. Студенты этого курса получают технические и аналитические навыки, учатся разбираться в огромных объемах данных, готовятся к таким ролям, как аналитик данных, специалист по данным, системный разработчик и системный аналитик. Они могут работать в компаниях любого размера, открывают собственное дело, выбирают малый или средний бизнес и, конечно, работают в транснациональных корпорациях. Второй курс это Software Engineering. Технологии становятся все более важной частью повседневной жизни, и программное обеспечение, стоящее за ними, постоянно необходимо обновлять, поддерживать и улучшать. Этот курс включает методы программирования и принципы разработки программного обеспечения. Сочетание технических навыков и практического опыта позволяет сделать карьеру программиста или разработчика в таких областях, как хранение данных, компьютерная безопасность, управление IT и веб-разработка. Выпускники легко находят работу и делают карьеру в самых разных областях. Как видите, Университет Портсмута предлагает множество вариантов учебных программ для будущих IT-специалистов. И все подробности, конечно, не поместятся в короткий ролик. Поэтому, если вас что-то заинтересовало, если остались вопросы, если вы серьезно настроены поступать в британский ВУЗ, не обязательно в тот, о котором я сегодня вам рассказал, у нас масса предложений, то обязательно позвоните или напишите нам в компанию Мариадзе. Все консультации и помощь с поступлением в нашей компании бесплатны. Не забудьте лайкнуть это видео и пройти на другие выпуски по ссылкам в описании. Всего вам доброго. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Продолжение следует. Учить Morれ Адиль Ермеков. Всем пока. Хау. Субтитры сделал DimaTorzok